Добрый день, дорогие мои розоводы, добрые, добрые, светлые люди. Да, лавсонг зацветает. Ай, первый цветочек, идём. Там и тот. Красавица лавсонг. Жду остальных, распуска остальных бутончиков. Мама, там и чёвечка. Вчерашний цветочек распустился. Лавсонг, конечно, идеальная роза. Идеальный цветок. Идеальный цвет. Кустик. Жду, когда же раскроется весь этот кустик. В третий раз зацветает японская розочка Дафна. В этот раз у неё такая расцветка интересная. Цветочек покрупнее будет. Бабочку Ванечка нашёл. Куст, она уже такой приличный нарастила. Ширина метра полтора. Бабочку Ваня поймал и полетела бабочка. Метра полтора и высоту метра полтора. Такие нежные. Порцелян-де-Ориент. Мама, идём. Идём. Сейчас, сейчас, сейчас. Красавица моя. Мама, идём. Дафна, ну просто красавица. Я такого цветочка у неё ещё не видела. Просто он хоть полностью раскрыт, но он такой необыкновенный. Там и серединку вроде бы видно. Вот такие эти пастельные переходы. Такая, такая форма лепесточков. И ещё бутоны и бутоны. Будем ждать, пока распустят. Вот, наконец-то Розоман Джанон распускает свой базальный побег. Да, эффекта цветущего куста не получилось, потому что почти вот все старые цветочки он уже сбросил. А новые открываются отдельно. Ну, тем не менее, красивые цветочки. Бутоны такие интересные, вот с подпаленными малиновыми. Красивый Розоман Джанон. Прекрасный. 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 Монжанон сегодня уже такой подрумянился с пчелоками. Такой красавец. Все как одноароматные. Все-таки, когда кисточка цветет, это неповторимое зрелище. Вот-вот откроется красавица Джульетта. Я думала сегодня, но нет, она тоже как чайно-гибридная. Потихонечку распускается, потихонечку. Кустик у нее маленький, сантиметров 40, наверное, до 40, полметра даже, наверное, нет. Тля. Все лето не было тли. Теперь, когда вот сентябрь, жаркий появилась тля. Идеальная Джульетта распускает идеальные цветочки. Ну что ж, ду цветочков. Ну вот, Джульетта распустилась. Ну какая же она восхитительная. Такая красивая. Красивая. Вот он. Маленький кустик. Такой аккуратненький, аккуратненький. Вот она как-то и не вырастает больше пока. Ну и пусть не вырастает. Она на переднем плане. Тут монстры-гиганты не нужны. Сейчас, Анечка. Вот она. Я влюблена в эту розу. Я не ожидала, что она настолько красивая в жизни. По фотографиям, конечно, понятно, но нужно вживую ее видеть. Лист такой красивый. Вот она такая, ну идеальная. Точно для среза, для букета. Красавица. Джульетта сегодня и вовсе как блюдечко раскрылась. Сантиметра восемь цветочек. А первые были маленькие, сантиметров пять. А тут вон какой большой. Серединка такая вон. Зеленца такая интересная. Боже, ну это просто кружево. Как будто шифон кто-то собрал. А вот второй сейчас распустится. Бутончик. Скума. Красота. Красота. Принцесса Александра Кенская распустила свой подсолнух. Вот огромный цветок. Вот моя ладонь. Начала снимать, когда прям вот солнышко нужно было обязательно. Ну а что, она может к вечеру осыпаться. Цветку уже четвертый день. Решила подвязать, потому что детвора бегала. Она так над дорожкой склонила цветы. Этот цветочек чуть-чуть поменьше. Ну тоже сантиметров одиннадцать. Наверное, есть. Большущие такие красивые цветы. А также они над дорожкой свисали. Детвора бегала, цепляла. Высыпались бы, наверное, еще вчера вечером. Обалденная роза. Ароматная девчата. Вчера тут девчонки соседские обнюхивали. Говорят, пионом пахнет. Ну, возможно. Я не могла этого не снять. Конец сентября. Жара страшная. Нора под Александрой Кенской. Просто тут разлеглась всем своим пушистым телом. Кошачьим. Фоткнулась в подпорку. Смешная. Под кустом. Хи-хи-хи. Все, опять меня зовут Ити. До свидания. Бежала за секатором. Совершенно случайно увидела, что у меня здесь оказывается наэмо. Зацветает. Ну, печется. Жарко ей. Она вот как-то быстрая. Смотрю, только распустилась. Уже оп и нету. Ромашка зато какая. Вот. Бутоны, бутоны. А цветочек посередине высыпался. Ну, не держит она цветочек. Не знаю. Мне кажется, это уже особенность сорта. Я не думаю, что она будет держать цветы особо красиво. Ну, смотрю, рядом Флорентина. Она ее задавит просто. Задавит. Доминик Лазо. Глазик. Привет всем. Вот. Наэма уже распустилась. Полностью распустила кисточку. Пчелки вокруг нее кружатся. Манюшка, купить надо. Пойдем сейчас в город купим. Мама, есть. Есть? Точно. Сейчас. Держи. Вот. Мама, надо сюда. Красота какая. Залезла пчелка туда. А снизу Доминик Лазо тоже привлекает пчелу. Вот он нацвел буквально в начале сентября. Тут же нагнал новые кисточки. И тут же он снова цветет. Классный сорт. Но все равно хочу еще Жаклин Дю Прей. Я не думаю, что они друг друга исключают. У Жаклин совсем другие реснички. Доминик вот какой нарядный. Мужу, кстати, нравится. У меня муж раньше не понимал. Ну что ж они, говорит, шиповники. Ну как все говорят, шиповники. А сейчас, говорит, ой, мне так нравится. Такая гроздь красивая. Конечно, потому что шиповник цветет только в мае. В июне. А розочки такие вот. Красавицы. Почти все лето. Красота какая. Ходила, бродила. И тут опять же хожу, копаю ямы под новые розы. А тут смотрю, он свесил гроздь. И ее не видно. Воллартон от Холл полностью открыл свою гроздочку. Таким я его вижу в первый раз. Потому что он у меня сидел такой какой-то. Ни рыба, ни мясо. Что я даже купила еще один саженец. Думала, что этому ну все уже. Ничего с него не будет. А он вот подрос. Распушился. Выдал не знаю сколько. Двухметровую, а то и большую плеть. И раскрыл свою красивую гроздь. Сливочности, конечно, на камере тут не видно. Но он сливочный. Вот, как и полагается в Воллартон Олд Холл. Красавчик, любуюсь. И тут же рядом с Воллартончиком. Вон Воллартончик. Веточка Аскотика. Красавчика. Тот, кто веточкой распустился. Такой красивый. Шариками своими. Чудными. Чудные шарики. Красавец. Керцегиня Кристиана. Открывает кисточку. Сейчас она, конечно... Хотя, мне кажется, она так все лето и цвела такими кисточками. Она не цвела у меня целиком всем кустиком. Как-то она... Вот так вот кисточки открывала. Одну за другую тоже. Вот так она выглядит. А вот ее удочка. Метр восемьдесят, наверное. Вот она. Пустила удочку. В общем, кто-то, он говорит, обрезает. Так она уже... Вот она в сентябре такая вымахала. Она стояла. Где-то вся вот такого роста. Метр пятьдесят где-то. А потом начала поднимать эту удочку. Тут старый цветочек. Он уже высыпется скоро. А это новенькие шарики. Сладенькие. Такие вкусненькие. Так. А тут Республика Монмартр снова раскрывается. Снова раскрывается. Вот-вот раскроется. Меня похитают. Хорошо. До сих пор вот Шарль Данеро доцветает. Молодец, Вань. Отдельными цветочками. Вот. Помпоны такие. Это он до сих пор цветет. С начала сентября. И вот до сих пор он раскрывает цветочки. Кисточки вот подцветали уже. Отдельные цветочки еще свисают. Такие пусистые, 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 пусистые. И очень ароматные, ко всему прочему. А где ж ты фокус не хочет фокус браться. Агюст Ренуар. Пересорт из Татьяниного сада. Татьянин сад это у нас такой питомник. Должна была быть шероп Шерлетт. Роза. Здесь подразумевался забор из Остинок. Вот такой кустик. Это второе лето. Вот такой он. Метр шириной сейчас. Но все это на одном побеге пока. Вот такой он. Во все стороны раскинул. Побежики с новыми бутонами. Очень ароматная роза. Очень красивая. Вот этот бутон распускает уже третий день, наверное. Цветы очень долго держатся. Я очень рада такому пересорту. Потому что я хоть познакомилась с этим сортом. Я никогда о нем не слышала. И вряд ли бы его сама приобрела. Потому что незнакомый. Он оказался очень даже... Ой, какой ароматный. Замечательный. Ну вот. Жду пока раскроет свои красивые бутоны. Полностью. Гюстеренуар. В процессе. В прогрессе. В процессе. Вот это он уже открывается. Я не знаю какой. Четвертый день, наверное, открывает бутон. Бутон увеличивается в размере. Вон там сколько лепестков. Но дело в том, что он сильно и не откроется. Он плюс-минус такой и будет. Может, чуть больше развернется. Аромат, я подчеркну, просто потрясающий у него. Он очень сильный. Очень сильный. И очень приятный. Кустик. Не хватит памяти телефона, я так понимаю. Поэтому придется дробить все-таки. Кому не интересно, можно пропускать через видео. Смотрите. На сим хочу с вами, дорогие, попрощаться. Благодарю за внимание. Невозможно не снимать этот прекрасный сентябрь. Куда не зайдешь, в соцсети, в ютубе везде восхитительный сентябрь, волшебный сентябрь, теплый сентябрь. И люди наслаждаются просто какой-то подарок природы. Спасибо Богу и природе за такую погоду чудесную. Розы тоже вот наслаждаются. Машинка приехала, ребенок уже тонко намекает, что пора выдвигаться. Ну что ж, тогда и пойдем всем мира, добра, благополучия, здоровья. Пусть ваши розочки цветут, радуют вас и окружающих, вдохновляют, поддерживают. Они это умеют. Необыкновенные подарки ангела, я бы их так назвала эти растения. Всего доброго. Обнимаю всех.